Проводить с дочерью целые дни этой заботливой маме приходится часто. Но, к сожалению, не в стенах уютного дома, а в реанимационном отделении детской республиканской клинической больницы. Диагноз 17-летней Элины определен как спинальная амиотрофия Верденига Гоффмана. Периодически мы попадаем в реанимацию каждые два месяца, потому что у Элины началось кислородное голодание, кислород недостаточно старой степени. Обязательным составляющим лечения является аппарат ИВЛ, прибор, основная функция которого заключается в подаче кислорода в легкие и удалении из них углекислого газа. Кому-то ИВЛ нужен на время, пока дело не пойдет на поправку, а далее аппарат можно передать другой семье. В некоторых случаях аппарат искусственной вентиляции легких нужен пожизненно. Первый республиканский пункт проката переносных аппаратов ИВЛ уже открыл свои двери по инициативе российского фонда помощи РУСФОНД и начал свою работу. Сомненно, это самый главный успех, потому что на сегодняшний момент это формирует некий фундамент отношений вообще этих пациентов в систему здравоохранения, позволяя на некий некотором удалении получать все, что возможно, реже контактировать с системой. Это не значит, что мы плохие. Нет, просто на самом деле мы признаем все, что дома лучше. Находясь здесь, трудно сдержать слез. Но мама не плачет. Ирина оптимистка и маме не дает раскисать. Девушка готова рискнуть жизнью ради возможности увидеть мир, выучиться на переводчика и отправиться в путешествие в Японию. Хочу переводчику дать. Подучи хотелось бы очень японий, любого очка. Все я смотрю аниме. Я просто хотела бы просить, чтобы больные студии не довалились. Всегда бороться надо. Элина, годами живущая в больнице, нуждается в домашнем переносном аппарате ИВЛ. Русфонд собирает денежные средства на покупку аппаратов, которые потом передаст в дар больнице. Родители будут обучены правилам использования этой техники дома. А больница сможет использовать освободившиеся палаты для других больных. Цена вопроса составляет 2 миллиона 451 тысячу 386 рублей. Сюда входит переносной аппарат ИВЛ и расходные материалы к нему на один год пребывания в домашних условиях. Но для семьи Элины это неподъемная сумма. Помочь может каждый. Для этого нужно просто отправить смс со словом «дети» на номер 5542, на латинице или кириллице. Стоимость одного смс 75 рублей. И Элина наконец-то вернется домой. Количество смс не ограничено. И, кстати, денежный перевод средств через мобильную связь – не единственный способ помочь Элине. С другими возможными вариантами можно ознакомиться на сайте Русфонда. Напомним, в настоящее время в ДРКБ Татарстана проходит лечение 35 таких пациентов. 14 из них могли бы быть отправлены на домашний стационар. Но стоимость аппарата ИВЛ высока. Обеспечить каждого им крайне сложно. А нуждающихся по-прежнему очень много. Абеля Шемилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.